Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провёл совещание, посвящённое вопросам развития промышленности в Ташкентской области. Репортаж программы. На состоявшемся 3 августа этого года видеоселекторном совещании, посвящённому анализу экономических результатов за первое полугодие, президент дал критическую оценку развитию промышленности в Ташкентской области, обладающей благоприятными для этого условиями, и указал на необходимость прорывных изменений в этом направлении. В соответствии с этим был разработан план дополнительных мер. В первом полугодии в области было произведено продукции почти на 7,7 трлн сумм, рост составил 4,6%. Но это ниже среднего показателя по стране. С учётом этого определена цель произвести продукции на 18 трлн сумм и добиться годового роста на 8,5% до конца года. Главным условием достижения этого показателя обозначено развитие промышленности региона за счёт реализации новых проектов, поддержки маломощных или простаивающих предприятий, эффективного использования пустующих зданий. Транспорт и логистика, сфера услуг, сельское хозяйство и строительство также являются приоритетными направлениями. В ходе совещания обсуждены промышленные потенциалы и перспективы районов и городов области. Например, в Зангиатинском районе действует 1494 промышленных предприятия. За первые шесть месяцев текущего года произведено продукцию на сумму около 600 млрд сумм. В этом году будет реализовано 15 проектов ещё на 51 млрд сумм. Главе государства доложено о проекте создания промышленного центра Зангиата. В этой индустриальной зоне площадью 116 гектаров планируется разместить 165 проектов. Предусматривается создание 12 тысяч рабочих мест, экспорт продукции на 48 млн долларов и замещение импорта на 9 млн долларов. Количество предприятий в городе Ангрене относительно невелико – 577, но у них большой потенциал. Доля городов промышленности Ташкентской области составляет 28%. За первые шесть месяцев текущего года здесь произведено продукцию на сумму более 2 трлн сумм. Во второй половине года будет запущено ещё 15 проектов. Кроме того, сформировано 124 проекта на 560 млн долларов. В результате планируется создать 39 тысяч рабочих мест и мощности по производству продукции на 3 трлн сумм. Планируется реализовать 32 проекта на 335 млрд сумм в Ташкентском районе и 20 проектов на 422 млрд сумм в городе Черчаке. На совещании аналогично были рассмотрены возможности во всех районах и городах области. Глава нашего государства дал необходимые поручения ответственным лицам по своевременной реализации проектов, так как они будут иметь огромное значение в плане наращивания промышленного потенциала области, создания рабочих мест, повышения уровня жизни населения. За последние годы в Ташкентской области достигнуты значительные результаты социально-экономического развития, развития промышленности, привлечения иностранных инвестиций, увеличения экспортного потенциала. Но в то же время потенциал Ташкентской области не используется в полной мере, поэтому сегодня президентам даны конкретные поручения по максимальному задействованию всех тех ресурсов, резервов, которыми располагает Ташкентская область. Президентам даны конкретные поручения по поиску и определению драйверов ускоренного развития Ташкентской области, определены конкретные отрасли, конкретные направления, которые позволят придать новый облик Ташкентской области. В частности, особое внимание будет уделено созданию новых промышленных зон для размещения производственных предприятий, развитию инфраструктуры, это дороги, строительство линий электропередач, сетей канализации и водоснабжения. Помимо этого, особое внимание будет уделено вопросам разработки природных ресурсов, полезных ископаемых, которыми богата Ташкентская область. Особый фокус будет уделен развитию сектора услуг и развитию сферы туризма в предгорьях Ташкентской области, где имеются также огромные возможности, огромные резервы. Президентам поручено создать отдельную рабочую группу во главе с заместителем премьер-министра, в составе руководителей министерств, которые будут на постоянной основе, на местах работать с предпринимателями, которые уже осуществляют деятельность Ташкентской области, для того, чтобы определить проблемы, вопросы, с которыми сталкиваются предприниматели, с тем, чтобы решить эти проблемы для расширения их деятельности, создания новых рабочих мест. Помимо этого будет организована работа по формированию пакета новых крупных проектов. В числе приоритетных отраслей определены такие направления, как текстильная промышленность, переработка природных ресурсов, производство строительных материалов, деревообрабатывающая, мебельная промышленность, производство продуктов питания, ну и, конечно же, электротехническая промышленность и фармацевтическая отрасль. По всем этим направлениям Ташкент облагает всеми возможностями и ресурсными, и трудовым потенциалом, и уникальным географическим месторасположением. Поэтому, объединяя все эти ресурсы, объединяя все эти возможности, мы, конечно же, приложим все усилия для того, чтобы вывести уровень промышленного развития Ташкентской области на качественно новый уровень. Продолжение следует...